В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем последний день марта с погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Кавказской государственной академии. Преображение здания и помещений стало возможным благодаря реализации народной программы партии «Единая Россия». Мониторинги качества работ по капитальному ремонту принял участие и Артур Мхце. Так это здание под аватар 84 в Черкесске выглядело год назад. Разбитая лестница, по которой опасно перемещаться. Унылые обшарпанные коридоры и общие помещения, малопригодные для жилья комнаты. Построенное в 1981 году общежитие Северокавказской государственной академии давно нуждалось в капитальном ремонте. Разительные перемены встречают уже у входа. Представители регионального отделения «Единой России» провели мониторинг качества проделанной строителями работы. В здании сейчас проживают около 400 студентов, преимущественно из Индии. Говорят, что прежние условия были намного хуже. Сейчас нравится больше, чем в прошлом году это общежитие. Сейчас тут всё удобно, всё как мы хотели сейчас так. Примерно так теперь выглядит каждый из девяти этажей общежития. Ректор вуза Руслан Качкаров поделился своими впечатлениями от увиденного. Рассказал о планах на ближайшую перспективу. Те деньги, которые нам предоставили в качестве вот этой поддержки для наремонта этого общежития, мы их в основном направили на места общего пользования, коридоры, площадки, кухни. Ну, то есть вот такое вот, чтобы это всё было достаточно эффективно и стабильно. Но там же ещё есть комнаты, секции у нас. Туда мы где-то около 10 миллионов собственных средств из небюджета, которые мы зарабатываем сами, ещё тоже мы как бы вложили. И сегодня, ну, более-менее, как бы мы довольны тем состоянием, которое сложилось. Мы сегодня прошлись вместе с ректором, посмотрели ещё раз итоги осуществлённого ремонта, пообщались со студентами, студенты очень довольны. Конечно же, мы хотим уделить этому вузу ещё больше внимания, будем стараться для этого приложить все усилия, чтобы выделены были средства на полный ремонт комнат, помещений, фасада здания. А в целом в «Единой России», конечно же, много других ещё направлений. На данный момент капитальный ремонт проходит в трёх общежитиях вузов республики. Помимо здания Академии, ещё два жилых корпуса в Карачаевске. К слову, народная программа, в рамках которой удалось преобразить эти помещения, была составлена при участии трёх миллионов человек, высказывавших свои пожелания по тому или иному объекту. Кроме того, в перспективе до 2025 года будет уделено внимание и другим учреждениям, в частности, среднепрофессиональным учебным заведениям. В планах в том числе модернизация имеющегося оборудования. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день. Продолжается увещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14.30 – «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok